Часто мы решаем, например, чувствуем, нам интересно, вроде бы хотим пойти, и мы не идем, например, куда-то, потому что есть, как правило, останавливает страх. Ну, по разным причинам проявляется страх. Почему? Потому что чем больше мы работаем с собой, чем больше мы развиваемся, тем больше повышается у нас уровень ответственности. И после курса ДНК-3 это проявляется в полной мере. В чем? То есть мы становимся еще более ответственны за то, что мы думаем, что с нами происходит, потому что манифестации и все желаемое проявляется в нашей жизни достаточно быстро. Как раз то, что в нашей жизни может проявиться очень быстро, может человека как и привлечь, так и напугать. То есть он чувствует, что что-то в его жизни может сильно измениться. Но какие-то внутренние страхи, которые поднимаются, они его блокируют, он его боится. Ну, понятно, человек же не определяет для себя, что это страх. Он говорит, ну, это невозможно, и никогда не согласится о том, что потому что я боюсь. Ну, потому что этот курс, возможность проработать, выявить и проработать как раз программы, связанной с любым невозможным. И, конечно, тем для этого там предлагается прельдичное множество разных интересных тем, которые предлагаются для того, чтобы поднять вот эти программы, чтобы их выявить. Очень много разных тем. Они связаны с определенными способностями, с работой с законами. Ну, с законами я имею в виду, может быть, это Хеллинга, то есть именно вот такое мировой устройство. Как работать с шестым планом, как работать со стихиями, как работать с разными вещами, с духовными именами. То есть там очень много практик считывания, считывания то, что мы иногда называем угадыванием, например. Там же есть разные практики. И все, что мы вносим в категорию невозможного, связанного с какими-то сверхспособностями, так будем говорить. Ну, то, что мы привыкли называть сверхспособностями. Ну, это как раз, этот курс, он очень хорошо поднимает эти программы. Ну, и позволяет, конечно, поработать с ними. Для того, чтобы еще больше проявить в себе интуитивные способности, раскрыть еще больше свой потенциал. Конечно, многих может устанавливать понимание того, что вдруг у него что-то не получится. Вот если я не пойду на тренинг, то я точно не смогу стать свидетелем того, что я не смогу подвергать предмет. Или того, что я не смогу изменить погоду. Потому что за этим как будто страх какой-то будет, что что-то в его жизни тогда начнет разрушаться. То есть это удерживает человека. Но на самом деле этот курс, на мой взгляд, ДНК-3, он направлен только на одно. На том, чтобы еще больше развить интуитивные способности человека. И те упражнения, которые в нем, они именно направлены на то, чтобы расширить зону личного комфорта, свое личное пространство и свои интуитивные способности. То есть в сторону вообще всего мира. То есть мира, который наполнен всем, что мы едем. Все, что мы видим. Все природы и какие-то вещи. Как направить свою энергию, убирая вот эти вот невозможные какие-то вещи. И понимать, насколько мы взаимосвязаны с миром. Насколько весь мир, насколько мы можем все это помогать, помочь изменениями в самом себе. И убирая вот эти блоки. Ну хотя бы даже осознавая, какие блоки есть. Насколько мы можем помогать вообще оздоравливаться всему, что нас окружает. Именно оздоравливаться. Вообще-то клево. Расскажи, пожалуйста. Вкират упоминала какую-то вещь, которая по три клетки какие-то. Что это такое? Ну там в этом курсе много разных упражнений. В общем, кстати, у тебя на сайте, в твоей статье очень все здорово описано. Мы говорим о вечных молекулах. Вечные молекулы – это молекулы, которые, ну, когда мы говорим о идее реаконации, от перехода из жизни в жизнь, то вот эти молекулы, они постоянно вместе с нами. То есть постоянно вместе с нами. То есть в какую бы жизнь мы не перешли, в какое бы духовное воплощение мы не переходили, есть три вечные молекулы, которые постоянно с нами. Ну это, как, наверное, записывающие какие-то диски, скажем такие, да, которые постоянно остаются с нами. И здесь есть упражнения, которые способствуют тому, чтобы гармонизировать эти молекулы, активировать их, ну и вообще, ну, считать, увидеть, что это такое, получить какую-то определенную информацию через это упражнение. Ну и вообще, как через это можно тренироваться? Себя гармонизировать, как корректировать свой эмоциональный пол и так далее, как оздоравливающее упражнение, так сказала. А вообще, есть это хелемное оздоровление направление? И этот курс, он, конечно же, не отличается. Но здесь мы все-таки еще говорим о том, как оздоравливая самого себя, то есть мы можем способствовать тому, что все вокруг нас оздоравливается. Как мы можем помогать оздоровлению самого себя, как мы можем, ну, скажем, помочь, мило оздоравливаться. Все, с чем мы гармонично можем сочетаться, и все, с чем мы буквально соприкасаемся, как мы можем это оздоравливать. Смотри, Миташ, я, например, в жизни сталкивалась с такой ситуацией. Вот человек видит телекинез. Два раза я наблюдала развитие психоза у человека в тот момент, когда он видел телекинез. И в какой-то момент ему, вот его психика, она теряет какие-то опорные точки, и у него либо он перестает видеть, хотя это очевидно другим, либо у него начинается психоз. Может ли такое быть на ДНК-3? И вообще, какие люди могут посещать вообще этот курс? Потому что курс, насколько я понимаю, один из самых сложных, такие лимфы. Я бы не назвала его сложным. В общем, это он в категории таких обычных курсов. Для посещения этого курса, во-первых, необходимо, чтобы была интуитивная анатомия этой психики. Потому что этот курс, он предполагает хорошую работу с убеждением. Что это значит? То есть нужно, чтобы практиционер был способен нормально, хорошо делать раскопки. Также для него важно, чтобы для него были на каком-то, какой-то достаточный допетак завершения работы с гармонизацией самого себя. Почему именно после интуитивной анатомии? То есть принятие своего тела, как части всего, что есть, и как мы через это можем выстроить гармоничные отношения, и через оздоровление самого себя мы можем оздоравливать мир. И, конечно, если у человека остается очень много категорий невозможного вообще изменить своей жизни, это невозможно принятие себя, невозможно себя полюбить, невозможно встретить человека, который меня может любить, то ему достаточно сложно будет, не оздоровев себя, и не разобравшись с такими вот установками, ему просто сложно на этом курсе. Ну и, конечно, мозг просто скажет, слушай, ну, может примерно такие вещи происходить, что, ну, слушай, если ты не можешь принять то, что ты можешь с кем-то помириться и кого-то полюбить, то как ты можешь принять то, что предмет будет сам двигаться? Ну, конечно, это, в общем-то, взрыв мозга. Но в наше подсознание, и все у нас настроено на нашу безопасность. И вот такая вещь, которая, ну, скажем так, защищает нас от того, чтобы мы не переживали какой-то стресс, то есть люди, которые могут погранично придвигаться к этому стрессу, о том, что ты можешь развиваться, то есть все-таки может подняться программа, и с ними нужно просто работать. Если такое на курсе происходит, ну, я была свидетельем таких штук, ну, то есть это достаточно легко регулируется. На курсе по средствам техник, которые там тоже так включили, ну, во-первых, там, как во всех курсах, когда херен, то есть вот такое упражнение, как мы все постоянно делаем раскопки. И мы занимаемся тем, что мы тестируем какие-то программы, выявляем их. Иногда человеку может казаться, что у него этого нет, но есть определенный опрос, нет, но его тестируем, и мы работаем с ним. Чего и дума, оказывается, у меня это есть, надо что-то, а я думаю, что это нет. Ну, такие разные вещи. Поэтому, в общем-то, что касается безопасности, то в курсе нормально есть, так вот, скажем, инструменты, подходы, которые с этим легко справляются. Ну, вот смотри, это еще один курс, который единственный, наверное, курс, который вот сразу видно материальное проявление. Что у человека в голове, какие программы, видите, сразу видно всем и всем окружающим. Насколько это комфортно людям вообще, в принципе. Вот человек пришел, он такая звезда кордебалета, да? В такие хилинги, я не секрет, таких людей приходит очень много. И тут эта звезда кордебалета видит, что она совсем не звезда, а вот та чахлая девчонка, которую она вообще за человека не считала, у нее тут ручки катаются по столу и так далее. И что тогда делать? Конечно, может быть разочарование, но с этим нужно просто поработать. Вообще-то курс, конечно, о работе с невозможным. Каждый человек все равно для себя определяет какие-то моменты, когда он говорит, что это невозможно. Есть у каждого своя грань, но он точно может сказать, вот это возможно, вот это невозможно. И вот как быть, когда это невозможно, но очень хочется. Вот, наверное, это курс об этом, но очень хочется, но это же невозможно. Вот как раз, что делать, когда очень хочется, но чувствую, что это невозможно. Как потрогать это руками, как прочувствовать всем, чем ты являешься, что на самом деле мы можем все. Но степень готовности у нас к этому разная, но для нас есть невозможность немного сложна. И это здорово. Работа с собой. Поверить в то, что ты можешь, это начинает происходить и все. Но вера, она не в том понимании поверить в себя, что я верю, я верю, я верю в это, я верю, что я это сделаю. А верить, что это просто, это возможно, не потому, что ты это сделаешь, а потому, что это в принципе возможно. Но в курсе, например, то, что касается телекинеза, то в этом случае, здесь не просто практика, то, что вот сейчас тебе научат, там приметы швырят в разные стороны, не касаясь их руками, или ногами. И так, если к одним взгляду, так силы не случилось, что-то действие, это не об этом. Почему предмет, так скажем? Здесь выше, наверное, если информационно, то здесь почему-то не двигается. В принципе, почему не двигается? Когда понимаешь, почему не двигается, тогда понимаешь, как можно пронаблюдать, чтобы он двигался, и просто пронаблюдать без того, чтобы трогать его. Напомню. классный подход. Мы тоже иногда именно поэтому надвигаемся. Я думаю, что никто, если совсем лежит, но мы в своих как-то делах, вопросах тоже поэтому не двигаемся. Как только мы понимаем, почему, а мы же с собой работаем, как только мы понимаем, почему мы не двигаемся, что нас как-то сдерживает, блокирует, сразу становится понятно, что это нужно сделать для того, чтобы освободить пространство для движения. Так же, как я говорю о том, что мы хотим закачать какую-то программку, и мы кликаем закачать, загрузить, и упрыгивает окошечка, а у вас нет места. Представите, если мы, например, втискиваемся в какое-то пространство, где как-то так, вот так прям вытянут из селедки, то не так, чисто физически, если объяснить, то мы тогда стоим, и у нас нет места куда сдвинуться. Поэтому мы, как бы так, вынуждены злоуговорить, втискивающие в это пространство, и мы ее наклеиваемся. Как только понимаешь, почему отсутствие движения, то есть почему он не сдвигается, то понимаешь, как это можно изменить, и все. Но для этого все равно нужно почистить о том, чтобы понять, что это вовнежно, на самом деле. это возможно. Я вот сегодня наблюдал такую интересную версию. То есть в классе, я зашел в класс, и какое-то время находился в состоянии напряжения. То есть я что-то делал, с чем-то занимался, и я видел какие-то привычные вещи. И вот примерно спустя час, наверное, я вдруг увидел, что в углу класса стоит велосипед, и на нем были цветы. Дизайн изменился. Интересно, у меня сразу такая мысль была. Я зашел, и это я не видел. То есть я не мог представить, и мой ум не мог представить, что в классе, в рабочем, может быть, велосипед украшенный цветами. Я его не видел в течение полутора часов вообще. То есть он для меня не существовал. Потом я вдруг какой-то момент, когда я расслабился, и пришел в состояние такое соединение, я увидел, что на самом деле здесь стоит велосипед, он украшен цветами, что это красиво, очень гармонично. Это как раз, я задавал, если вопрос, почему? На самом деле, да, это как раз те ресурсы, которые иногда рядом с нами, но как будто закрыты, как будто мы не видим вот эти ресурсы, которые могут нам помогать в решении каких-то наших задач, в решении каких-то наших стремлений и движений вперед. Мы их просто не видим, они рядом, они доступны нам, но по каким-то причинам они заблокированы. То есть мы расширяем свое сознание до того момента, когда мы обнаруживаем в своем личном пространстве такие вещи, которые нам нужны пожить. на самом деле. Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы улучшение каких-то в жизни и для того, чтобы в своей жизни проявлять именно то, что нам хочется, то, что желаем для нас. Вот могу сказать. Ну, это уже такие общие какие-то вещи, которые не только в этом курсе ДНК-3. Здесь мы говорим о том, что курсы ДНК-2 это о том, что мы об изменении самого себя, о том, как мы можем сами себя оздоравливать, то курс ДНК-3, он говорит уже о том, как, продвинувшись вот именно в своем собственном оздоровлении, да, личного пространства, насколько мы можем быть расширенными и вот поддерживать здоровое состояние для того, чтобы помочь, ну, скажем, оздоравливать любое пространство. очень напичком практика, практика, практика. То есть там уже нет такого, там курс для тех, кто уже прошел свою базу пилинга, то есть он прошел делать раскопки, он уже легко изменяет какие-то вещи, ну, буквально как бы очень легко и готов к каким-то изменениям и так далее. И там очень много всяких упражнений практически вверх, особенно, там, скажем, осуждений, как-то еще что-то. Интересно. Наверное, как бы я своими словами могу сказать, вот когда ДНК-2 проходит курс как-то активный человек, он, работая с собой, улучшает свое личное пространство. А ДНК-3 это тогда, когда он вот это улучшенное личное пространство расширяет вокруг себя. И оно становится настолько большим, что в этом пространстве оказываются и его семья, может оказаться и весь город, и вся страна, и в принципе земной шаг. Таким образом мы улучшаем вообще все, что вокруг нас. Как раз ноль тревожили. Я на тебе. Как раз ноль по-моему все. Еще амбинционное изменение. Да. Ну ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok